ГМО. СОЯ и РАК ГРУДИ В ответ на озабоченность по поводу токсичности пестицида Монсанто Раундап, который попадает в ГМО-продукты, ученые Монсанто возразили, что в этих экспериментах в Колби использовались физиологически нерелевантные концентрации, то есть нанесение Раундап на клетки в чашке Петри на уровнях, превышающих реалистичные, которые можно было бы найти в человеческом теле. Конечно, это, вероятно, не лучшая идея, чтобы случайно смешать свой алкоголь с Раундапа и выпить его. Или попытаться совершить самоубийство, выпив его или сделав себе инъекцию. И редкие случаи болезни Паркинсона, о которых сообщалось, были после прямого распыления вещества или работая годами на заводе по производству пестицидов. Но это нетипичное воздействие на потребителя. Некоторые исследователи ответили на обвинение Монсанто, сказав, «Послушайте, мы использовали те концентрации, которые используются на полях. Поэтому каждая маленькая капля, которую вы распыляете по всему миру, превышает установленную пороговую концентрацию, вызывающую побочные эффекты». Сотрудники Монсанто подтвердили, что это та концентрация, которую мы распыляем. Но это не та концентрация, в которой купаются человеческие клетки. Попадая в питьевую воду или пищу, они растворяются. И они сразу же отмечают, если вы посмотрите на людей с наибольшим воздействием, например, на работников с пестицидами, подавляющее большинство исследований не показывают связи между использованием раундап и раком или нераковыми заболеваниями. Есть несколько наводящих на размышления результатов, указывающих на связь с неходжикинской лимфомой. Одно исследование аппликаторов пестицидов показало связь с множественной миеломой. А одно исследование детей, применяющих пестициды, обнаружило предварительную связь с СДВГ. Но опять же, ожидается, что эти люди будут иметь гораздо больший уровень воздействия, чем население в целом, которое может получать лишь несколько частей на миллион в своей пище. Но до сих пор не проводилось никаких исследований на крошечных уровнях, циркулирующих в организме людей. До сегодняшнего момента. Максимальные уровни остатков установлены на миллионных долях. Концентрации в человеческих телах измеряются в миллиардных долях. Это исследование показало, что глифосат может активировать рецепторы эстрогена всего в нескольких частях на триллион. Увеличивая рост клеток рака в груди человека, положительных по рецепторам эстрогена в чашке Петри. Эти результаты показывают, что действительно значимые концентрации пестицида, обнаруженные в ГМО сои, обладают эстрогенной активностью. Но употребление сои само по себе связано с более низким риском рака груди и улучшением выживаемости при раке груди. Это может быть связано с тем, что большая часть ГМО сои в США скармливается цыплятам, свиньям и коровам. Ее используют на корм скоту. Тогда как большинство основных производителей соевых продуктов используют сою, не содержащую ГМО. Или это может быть потому, что польза от употребления любого вида сои может намного перевешивать риски. Но зачем вообще рисковать, когда мы можем выбирать органические соевые продукты, которые по закону исключают ГМО? Суть в том, что нет прямых человеческих данных, свидетельствующих о вреде от употребления ГМО. Хотя, честно говоря, таких исследований не проводилось. А именно в этом и заключается суть, возражают критики. Вот почему нам нужна обязательная маркировка ГМО-продуктов, чтобы исследователи общественного здравоохранения могли отслеживать, оказывают ли ГМО неблагоприятные эффекты. Однако важно рассматривать проблему ГМО в перспективе. Как я показал, мы можем внести изменения в рацион и образ жизни, которые могут устранить большинство сердечных заболеваний, инсультов, диабета и рака. Можно спасти миллионы жизней. Растительная диета может даже обратить вспять нашего убийцу номер один – заболевания сердца. Так что я с пониманием отношусь к тому, что биотехнологическая промышленность возмущается по поводу проблем, связанных с ГМО, в то время, когда люди все еще умирают от вредной пищи. В одном обзоре сделан вывод. Потребление генетически модифицированных продуктов питания влечет за собой риск нежелательных эффектов, как и при употреблении традиционных продуктов питания. Другими словами, выбор твинки без ГМО не приносит нашему организму особой пользы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова